Здравствуйте! Меня зовут Никита Александрович, и сегодня мы с вами поговорим о фосфоре. Вот, собственно, такая у нас здесь фееричная заставка, где видно, в какую, значит, опасную реакцию это вещество может вступать. И действительно, из тех простых веществ, о которых мы с вами говорили, среди неметаллов фосфор, если не брать, конечно, галогены, один из наиболее опасных. Но, на самом деле, он не всегда такой. Давайте узнаем о нем побольше. Ну, прежде всего, фосфор, так же, как и азот, находится в пятом, в пятой группе, главной подгруппе, но уже в третьем периоде. И поэтому, в отличие от азота, может проявлять легко валентность 5. Ну, а характерная степень окисления у него, минус 3, 0, плюс 3, плюс 5, без каких-либо сюрпризов. В природе фосфор встречается в основном в виде фосфатов кальция. Это могут быть минералы фосфорита или апатиты. Больше, в принципе, найти каких-то еще соединений фосфора достаточно сложно. Ну, конечно, там на болоте может выделяться фосфин, но это все несущественно. А в виде простого вещества, конечно, фосфор также в природе не встречается. А вот теперь о том, каким фосфор бывает. А бывает фосфор белый, красный и черный. А разница достаточно существенная. Белый фосфор имеет строение молекулярное. Состоит из молекул П4, которые находятся все четыре атома фосфора в вершинах одного тетраэдра. Такое строение делает его крайне неустойчиво, поэтому он очень легко вступает в различные реакции с выделением большого количества энергии. Например, самовоспламеняется, что, конечно же, заставляет нас думать о том, как его лучше хранить. Красный фосфор менее активный, хоть и по-прежнему ядовитый. Но, по крайней мере, сам на воздухе он уже не воспламеняется. Однако при нагревании переходит в белый фосфор. Красный фосфор имеет уже атомную решетку. Там вот эти вот тетраэдры как бы связаны между собой в одну большую пространственную структуру. Ну и черный фосфор также имеет строение атомное, но его решетка более плотная. Он, в принципе, может быть получен под давлением из красного фосфора и из всех трех видов фосфора он самый наименее активный. Ну вот, собственно, можем с вами увидеть белый и красный фосфор. Как видим, белый фосфор хранится под слоем жидкости для того, чтобы ограничить доступ кислорода к нему. В противном случае он будет окисляться и, как я уже сказал, может самовоспламенит. Конечно, такие вещества надо хранить с особой аккуратностью, поскольку они очень опасны. В промышленности фосфор получают единственную в такой вот необычной реакции, которую придется просто запомнить. В лаборатории фосфор не получают, потому что получить его можно только вот так. А так в лаборатории сделать довольно сложно, как видите, здесь явно требуется, собственно, промышленные условия. У нас здесь есть твердый фосфат кальция, твердый углерод, по сути уголь, и твердый оксид кремния, по сути песок. Вот эту довольно странную смесь веществ смешивая, можно получить простое вещество фосфор. Также образуется оксид углерода-2 и силикат кальция. Ну, естественно, делается все это ради получения фосфора. А если для чего это требуется получить? Ну, то в самом деле из фосфора в основном получают фосфорную кислоту. Существенно других назначений у него нет. Для чего? В итоге все это надо еще успеем сказать. Но пока что химические свойства. Фосфор – это, в принципе, типичный неметалл. Он немного напоминает серу, но чуть менее активный и взаимодействует уже только с активными металлами и с меньшим числом неметаллов. Они совсем поверят, как серы. Но в остальном идея примерно такая же. Фосфор взаимодействует с галогенами. В зависимости от их концентрации образуется либо хлорид фосфора-3, либо хлорид фосфора-5. Ну и, кроме того, фосфор может взаимодействовать, например, с серой. При этом образуется сульфит фосфора. Ну, собственно, если вы все знаете о серии, то это для вас не нужно. Кроме того, фосфор горит. Ну, здесь вот как раз фотография того, как хорошо вспыхнул фосфор. Причем даже сложно сказать белый или красный. Если их зажечь, они оба будут прекрасно гореть, очень эффектно. Значит, причем интересно, что белый фосфор, кстати говоря, как раз-таки светится в темноте. И это явление даже называется именно от его, собственно, названия фосфорисценции. Ну, так или иначе, фосфор горит в кислороде. Если кислорода мало, то мы получим оксид фосфора-3. Если кислорода достаточно, то мы получим оксид фосфора-5. С металлами фосфор также взаимодействует. При этом образуются фосфиды. Опять-таки только с активными металлами. Фосфиды, подобно нитридам, разлагаются водой и кислотами. Только здесь мы уже получим фосфир, PH3. Фосфин, собственно, летучее водородное соединение фосфора, не проявляет кислотных свойств и практически не проявляет основных. Поэтому все, на что он годится, это на то, чтобы вступить в реакцию горения. Горит он очень хорошо на воздухе и даже тоже может самовоспламеняться. Но здесь не так много уделяется тепла и энергии. Образуется, собственно, оксид фосфора-5, как правило, и вода. И также фосфор может взаимодействовать со щелочами. Это тоже будет реакция диспропорционирования, но при этом такая вот необычная. Да, здесь в этом диспропорционировании мы получаем не просто какой-то там фосфат, а мы получаем вот такую вот необычную соль дигидрофосфит калия. Простите, да, это соль фосфористой кислоты. Вот такая вот необычная. Что же касается соединений фосфора, конечно, надо сказать пару слов об оксиде фосфора-5. Это очень гигроскопичное твердое белое кристаллическое вещество. И оно, кстати, используется, в частности, именно для того, чтобы получать ангидриды благодаря своему способности впитывать и поглощать воду. Но помимо всего этого надо отметить, что из оксида фосфора-5 можно получить не одну, как казалось бы, фосфорную кислоту, а целых три фосфорных кислоты в зависимости от того, какое количество воды будет поглощать. Если у нас полностью растворяется в воде, P2O5, мы получаем ортофосфорную кислоту. Если вы привыкли ее называть просто фосфорной, то знайте, она ортофосфорная. Потому что если воды будет меньше, то мы получим пирофосфорную, она же дифосфорная, H4P2O7. Напоминает десерную немного, да? И, соответственно, далее, если молекула воды только одна, мы получим метафосфорную кислоту, HPO3. Фосфорная кислота, если мы говорим об ортофосфорной кислоте, является кислотой слабой, хоть она и достаточно близко к оксинам по первой ступени. Диссоциирует она ступенчики. Отсюда надо понимать, что каждый следующий атом водорода в ней замещается все хуже и хуже. И для фосфорной кислоты в ряде реакций будет характерное образование кислых солей. Например, при реакции с карбонатом натрия мы получим не фосфат натрия, ортофосфат натрия, как можно было ожидать, а гидрофосфат натрия, потому что последний атом водорода карбонату натрия уже не заместить. По последней ступени диссоциации фосфорная кислота оказывается слабее, чем угодно. Это какой-то интересный момент, и здесь надо быть аккуратным и помнить, что с фосфорной кислотой всегда может выплосить какой-нибудь гидрофосфат. Качественная реакция на фосфат – это взаимодействие с сырами лития. При этом выпадает светло-желтый осадок, собственно, фосфата лития, литий-3ПО4. Ну и зачем, собственно, все это нужно? Прежде всего, это все нужно для того, чтобы делать удобрение. Мы с вами уже знаем, что в качестве удобрения нужно соединение азота и фосфора, и в частности из фосфата кальция и фосфорной кислоты будет получаться кальций-ХПО4 гидрофосфат. Кальция, он же называется суперфосфат, если вы придете в магазин садоват, он там будет называться именно так. Или также можно получить дигидрофосфат кальция. В нем содержание фосфора значительно больше, почти в два раза, поэтому называется двойной суперфосфат. Сам фосфат кальция не очень пригоден для использования в качестве удобрения, поскольку он нерастворим в воде. Ну и, конечно же, собственно, здесь могут использоваться комбинированные удобрения, где то ли самый двойной суперфосфат будет смешиваться с какими-нибудь солями калия, да, или солями азота. Вот, в общем-то, и все, что я хотела рассказать сегодня о фосфоре. Большое вам спасибо за внимание и до встречи на следующем уроке.